Саша, какая ситуация сейчас под Дебальцево? Какие наши позиции теперь? Наше подразделение зашли на первой улице Дебальцево, укрепились там и ведут бои дальше, занимая следующие улицы. Сколько человек? Больше роты. Если будет через 30 часов перемирия, есть ли смысл вообще заходить в Дебальцево? Конечно, есть смысл. Нет смысла в перемирии, действительно. Почему? Это уже никому не поможет. Какое может быть перемирие? Мы уже один раз повелись на эту шутку о перемирии, и после этого полгода они окапывались, и теперь пацаны гибнут там из-за того, что было это перемирие. Дебальцево столько месяцев не могли взять, почему? А никто его не брал, не пытался. Было же перемирие. Нет, вот сейчас, последние полтора месяца. Ну, три недели идут с собой из-за Дебальцево, потому что укрепились. Им дали полгода для того, чтобы укрепиться. Там бетонные укрепления, там достаточно серьезные. Укрепились они и поэтому выбивать их достаточно сложно. Как удалось прорваться? С помощью артиллерии. Очень много артиллерии туда работал. Постоянные попытки, беспокоящий огонь. Ну, противник просто уже устал, видимо, от этого, за его невнимательность. Вот и воспользовались моментом и зашли. Твои прогнозы, как дальше украинская армия будет действовать? Побежит обратно на Артемус? Сложно сказать. Сложно сказать. В ВСУ, скорее всего, отойдет батальоны. Наверное, будут бодаться до последнего. Какая там сейчас обстановка в самом городе? Есть последняя информация? Пока, но ничего, кроме того, что наши закрепились на первых улицах. Саша, есть цифры, сколько украинских войсков погиб каждый день на тот момент, в настоящий время. Ну, есть цифры, но не точные, что за, сколько, почти месяц уже нашего наступления порядка двух тысяч. Это в Дебальцево, только в Дебальцево? Это в Дебальцево погибли украинские солдаты. Насколько они точные, никто сказать не может. Спасибо, Саша. Спасибо.